Всем привет, дорогие друзья! С вами Глеб Задоя и в сегодняшнем видео мы поговорим о повышении ставки ФРС и о том, к чему это может привести. Видео крайне актуально, поэтому обязательно посмотрите его до конца и поставьте лайк авансом. Ну давайте начнем с того, что вчера Федеральная резервная система повысила процентную ставку до 0,5%. Это произошло впервые, повышение вообще произошло впервые за 4 года. И последний момент повышения ставки ФРС был в декабре 2018 года. С тех пор ставка сначала была какое-то время неизменна, потом ставки ФРС начал снижать. И в 2020 году, в марте, когда разразилась пандемия во всем мире, ФРС достаточно экстренно понизил ставку до 0,25%. И с тех пор ставка оставалась на этом уровне. Сейчас ФРС повысил ставку получается в 2 раза, до 0,5%. И, собственно, у Феда есть еще впереди 6 заседаний, на которых, собственно, будет приниматься решение об процентной ставке. И, соответственно, рынок сейчас закладывает, что как минимум 4 раза за этот год Федрезерв, собственно, будет вынужден повысить ставку для того, чтобы побороть инфляцию. Получается, что если один раз повысили, 3 раза еще должны вроде как повысить. Соответственно, каждое второе заседание мы с вами можем видеть повышение процентных ставок. Что по этому поводу сказали Федеральные резервные системы? Во-первых, они понизили свой прогноз по росту ВВП в Штатах на 2022 год. Если ранее Федрезерв ожидал, что внутренний валовый продукт экономика Штатов повысится на 4% в этом году, то есть сейчас они говорят о том, что дай бог, если экономика вырастет хотя бы на 2,8%. Также Федрезервы рассматривают дальнейшее повышение ставки. Ну, собственно, кого они этим удивляют. Они ожидают сокращения баланса. Говорят о том, что действия на Украине несут довольно высокую неопределенность. Условия на рынке труда улучшаются. Я уже ранее говорил о том, что Федрезерв довольно четко обозначил, что он переключил свое внимание с рынка труда на инфляцию. И, соответственно, если раньше Федрезерв делал все свои действия поддержки экономики, понижения ставки и так далее с целью поддержания рынка труда, то сейчас они говорят на рынке труда все хорошо. Сейчас Федрезерв гораздо больше интересует инфляция. Поэтому, друзья мои, если мы хотим с вами сейчас знать, какие будут дальнейшие действия ФРС, то надо смотреть не на рынок труда, а надо в первую очередь смотреть на инфляцию. Кстати, возможно, в скором времени публикация данных по инфляции для нас на некоторое время заменит с вами публикацию данных Non-Farm Parals. Они говорят о том, что перебои в поставках более масштабны и продолжительны, чем ожидалось. Инфляция выше цели, они ожидают возвращения к 2%, но это потребует несколько больше времени, чем ожидалось ранее. Помимо этого, ситуация на Украине может повлиять на поставки в США. Вероятность рецессии не очень высока, то есть о рецессии пока речи не идет. Если нужно, то Федрезерв готов действовать быстрее, я так понимаю, быстрее с точки зрения повышения ставок и сокращения баланса своего. Они говорят о том, что нефть будет продолжать расти, а сейчас рост цен на нефть очень серьезно беспокоит американцев, потому что у них растут вместе с этим цены на бензин, а рост цен на бензин и вообще на топливо, в принципе, это драйвер для дальнейшего ускорения инфляции. Соответственно, это сейчас сильно беспокоит Федрезерв, но они говорят, что нефть будет расти краткосрочно. Видимо, все-таки ждут какой-то корректировки. Инфляция останется высокой до середины текущего года и ФРС прогнозирует инфляцию на уровне 4,3% в 2022 году. Вот такие вот неутешительные данные. При цели, напомню, в 2% инфляции. Чем это все грозит для рынков? Во-первых, повышение процентных ставок в США это негативный сигнал для фондовых рынков, потому что дорожают кредиты, соответственно, гораздо сложнее будет привлекать деньги американским компаниям для дальнейшего развития. И, соответственно, помимо этого же еще Федрезерв сокращает свой баланс, это значит, что с рынка уходят деньги. То есть вообще в целом это довольно негативный сигнал для фондового рынка. Вот чуть раньше, до 24 февраля, мир так разделился на до и после 24 февраля, мы говорили о том, что даже если Федрезерв будет повышать процентные ставки, то в целом ничего страшного не произойдет. Мы видели там примеры неоднократно, когда при росте ставки Федрезерва американский фондовый рынок рос. Но сейчас немножечко другая ситуация. Сейчас есть конфликт в Украине, есть борьба санкций, есть высокие цены на нефть, есть, соответственно, риски какого-то военного конфликта в Китае, по их некоторым территориям, которые они тоже хотят вернуть в родную гавань. И, соответственно, вот в этих условиях, как мне кажется, сейчас повышение ставки Федрезерва это негативный сигнал для рынков. Я считаю, что фондовые рынки могут вполне продолжить свое снижение, то, которое они начали уже в этом году. Соответственно, это сейчас довольно большой негатив. Нужно понимать, что это негатив ведь не только для штатов. Американская экономика и процентные ставки Федрезерва Соединенных Штатов Америки это те факторы, которые влияют не только на американскую экономику, американский фондовый рынок, они влияют на всю мировую экономику и на весь мировой рынок. И я вот у себя в Телеграм-канале, кстати, если вы не подписаны на мой Телеграм, обязательно на него подпишитесь, потому что говорят, что Ютуб заблокируют тоже следом за Инстаграмом. И, возможно, единственной площадкой для нашего с вами общения будет Телеграм. Ссылку я на Телеграм обязательно размещу под этим видео. Там я выложу картинку, можете ее посмотреть. Периоды повышения процентных ставок в США очень часто сопровождались с кризисами, либо локальными какими-то региональными экономическими кризисами, либо с глобальными мировыми кризисами. И, в общем-то, повышение ставки Федрезерва на текущий момент приведет к снижению фондовых рынков, к замедлению темпов роста и восстановления мировой экономики. И третье, стоит ждать глобального кризиса. Вот такие вот неутешительные выводы у меня есть. Какие есть мысли по этому поводу у вас, напишите в комментариях. Ну и подпишитесь на канал и поставьте лайк, если видео было для вас полезно и интересно. С вами был Глеб Задой. Всем успехов в инвестициях и торговле. Пока-пока.